С 2023 года кардинально меняется порядок уплаты налогов, сборов, взносов и прочих обязательств в бюджет. Связано это с повсеместным внедрением механизма единого налогового счета. Он откроется автоматически для всех налогоплательщиков, поэтому никаких заявлений писать не нужно. В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 14 июля 2022 года номер 263 ФЗ о внесении изменений в части 1 и 2 Налогового кодекса РФ внесены поправки в части введения с 1 января 2023 года единого налогового счета. Единый налоговый счет поможет исключить большое количество ошибок, возникающих при заполнении платежных поручений. Начисление необоснованных пений, исключить большое количество карточек расчетов и уменьшить сроки уплаты. С 2023 года устанавливается единый срок предоставления налоговых деклараций, не позднее 25 числа месяца после окончания соответствующего отчетного периода. Также по тем авансовым платежам, по которым не наступил срок предоставления отчетности, необходимо направить уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам и страховым взносам. Также с 2023 года устанавливается единый срок уплаты – 28 число месяца, следующего за отчетным периодом. Все налоги, сборы, страховые взносы, пении и штрафы будут перечисляться в бюджет с помощью отдельного казначейского счета Управления Федерального казначейства по Тульской области. В начале года налогоплательщикам необходимо изменить реквизиты в платежном поручении на уплату налогов, а именно наименование, БИК, номер банка получателя, номер казначейского счета и КБК единого налогового счета. В дальнейшем придется менять только сумму платежа и ННН, если налоги будут перечислены за иное лицо. В рамках внедрения единого налогового счета рекомендуем вам в обязательном порядке провести сверку расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам и процентам. Заявление на предоставление сверки вы можете направить любым удобным способом – лично, почтой, ПТКС или через личный кабинет налогоплательщика. Если при сверке выявится несоответствие, об этом нужно сообщить в налоговый орган. Подробнее ознакомиться с порядком применения единого налогового счета можно на официальном сайте Федеральной налоговой службы.